В Амиконской районной больнице завершился долгожданный ремонт. Учреждения в эксплуатацию сдали в начале 70-х годов. В трех этажах разместились поликлиника и стационар на 96 мест. Что сейчас изменилось в обновленных помещениях, расскажет Светлана Поцелуева. Полностью закончен ремонт в отделениях стационара. Завершаются работы в поликлинике. Переехали на постоянное место детское отделение. И теперь девушки решили своими силами еще оформить игровую комнату. Приобрести игрушки пообещали спонсоры. Вот у нас такие боксы. Мамочка сейчас на данный момент у нас, малышка, лежит. Отделение после ремонта стало намного уютнее, просторнее, светлее. Тепло очень. Хоть и медленно, но решаются и кадровые вопросы. Если на начало года укомплектованность врачами составляла 37%, то сегодня эта цифра увеличилась до 45%. В закрытой ставке терапевтов работают два врача-педиатра. Решена двухлетняя проблема с гинекологами. Полностью укомплектовано хирургическое отделение. Кроме того, открыто отделение реанимации на три койка места. Планируется открытие центра восстановительной реабилитации для больных, перенесших сердечно-сосудистые заболевания. Было приобретено оборудование, большое оборудование, большой рентген-аппарат современный, цифровой, на три рабочих места. Тоже сейчас установлен в поликлинике. Но проблем еще остается очень много у нас. Оборудования не хватает, мебели не хватает. После ремонта выяснилось, что у нас мебель вся старая. К сожалению, когда выносили ее, она большей частью поразвалилась. Сейчас работа будет в этом направлении идти. Будем мебель приобретать как офисную, так и медицинскую. У населения района к больнице еще много вопросов. Хотелось бы иметь и узких специалистов, реанимацию на колесах и выездной флюорограф. Но изменения к лучшему уже заметны. И это вселяет надежду. Светлана Поцелуева, Артур Старин.